Всем-всем доброе время суток. Пришло время выливать кирпичики. Я уже показывала, что на строительном рынке Коля купил вот такую трехметровую пластиковую плиту. Это для того, чтобы дома обшивать, можно закрывать фундамент. А я хочу из нее выливать кирпичики. Так как она 3 метра длиной, это неудобно. Я сейчас распилю на 2 метра и метр. Почему не полметра пятьдесят, потому что у нас на даче, я хочу потом в домике, который у нас там стоит, закрыть. Когда уже она мне не нужна будет, эта плита, я сделаю из нее фундамент. То есть закрою фундамент домика. Потом покажу. При этом уже покажу. Так, и еще мне нужна для этого вот остаток у меня плиты. Там мы в кладовке, когда делали ремонт, осталась такая пластиковая плита. Для чего она мне нужна? Потому что кирпичики потом как вытряхивать. А так я наложу плиту и потом вот так переверну. И кирпичики останутся у меня на этой плите. Так, а сейчас я вот таким приспособлением отмерю 2 метра и прям по кирпичикам, чтобы не пропало. Вот так как конец сделан здесь, вот так, вот так и выпилю. Постараюсь во всяком случае. Но если не получится, то придется, наверное, пожертвовать кирпичикам. Сейчас распилю и посмотрим, что у меня получится. Так, для чего мне нужны эти кирпичики? Вот мы уже начали делать, ободрали все в прихожей. Сначала я хотела делать кирпичик, потом передумала, настроение у меня поменялось. Теперь у меня опять поменялось настроение. Это вот я показываю с обратной стороны. Сейчас в таком состоянии прихожая у нас. И я все-таки сначала, потом передумала. Решила просто, что оклеим обоями и все. Сейчас настроение опять поменялось. И решила все-таки сделать, чтобы потом не жалеть. Решила сделать так, как я изначально хотела. Фрагментами у меня будет не вся стена будет в кирпичиках, а, ну, как сказать, пунктирами или как. То есть мне нравится, когда вот так местами эти кирпичики. Ну, это я все буду потом покажу. Ну, в принципе, я хочу показать уже конец ремонта. Я не хочу сам процесс, потому что что тут показывать? Будем опять шпаклевать. Вот, опять раздолбали мы все швы. Опять все шпаклевать. Стены, конечно, все в ямках бугристые. Будем опять все выравнивать. Шпаклевать, красить. И потом я уже покажу просто прихожую, что у нас получится. Потому что задумок много. Как этого платится? Покажу в итоге. Ну, а пока буду пилить. Так, вот здесь-то легко пропилила. А теперь надо, чтобы не испортить кирпичик, вот сюда. Да, вот сейчас будем думать, как и чем. Сейчас вот сделала, ага, Коля вот надрежет. Ну, все, тут я уже сама буду пилить. Ага. Вот одна голова хорошо, две лучше. Так, все. Так, куда? Все, спасибо, Дарья. Вот сюда буду пилить, потом сюда. Ну, я сейчас сюда дойду, а потом поворот. Ты обратно же не пройдешь. Ну, да, так же надо ножом. Сделать. Так, а может и все прорезать? Не пилить. О, видишь, как хорошо. Да не очень. Не очень, да? Пилить лучше. Так, ну вот все, кирпичики мы не испортили. Все, ура. Вот получилось одной формы. Получилось две вот такие формы. Одна метр, вторая два метра. И так будет легче с ними работать. У меня есть вот такой алибастер гипс-строительный. Пропорция один к одному делается. Добавляется в воду и тщательно перемешать. Четыре минуты. Начало схватывания. То есть, надо делать все быстро. Ну, у меня уже есть опыт работы с гипсом. Я фигурки заливала. Так что, сейчас начну. Размешивать очень удобно вот таким венчиком. Я не нужный венчик приспособила для размешивания гипса. Так, и в этом венчике сейчас буду мешать. Сделаю пока литр на литр. Так-то я всегда на глазок делала. Ну, сейчас попробую в пропорции сделать. Не хочу устанавливать телефон. Ну, здесь все понятно. Буду сейчас гипс высыпать и быстро-быстро замешивать. Один к одному получается очень жидкое. Ну, я все равно залью. Посмотрю, что у меня получится. Может быть, как раз этого времени хватит, чтобы заполнить все ячейки. Очень удобно вот так венчиком работать. Конечно, в идеале привелить бы это все в какой-нибудь кувшин с носиком. В принципе, есть у меня ненужная кружка. Мерная. С носиком. Ну, количество небольшое. Попробую заливать из ведра. Так, и надо еще потом потрясти, чтобы воздух вышел. Вот для чего еще и форму я разрезала, чтобы было удобно трясти. Один к одному, как раз сто, потому что чувствуется уже, что он затвердевает. Вот я наливаю и прям чувствуется, что он затвердевает. Если сделать один к двум, получится не успею я залить. Так, все. Все как раз я залила. И сейчас немножко вот так форму потрясу, чтобы вышли пузырьки воздуха. И уже покажу потом готовые кирпичики. Очень грязный гипс. Смотрите, сколько осталось вот в воде грязи этой. Но у нас другой не продается. Я посмотрю, может быть, есть какой-нибудь получше гипс. Но пока вот такой. У меня не вся форма заполнилась. Заполнилась раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять с половиной кирпичиков. Ну вот, кирпичики схватились уже. Цемент отвердел. Правда, здесь воды было сверху много. Я воду губкой вот так собрала. Может быть, пропорции я неправильно собрала. А может быть, правильно, что так в воде должен отвердевать гипс. Просто раньше, когда на глазок делала, у меня так не было воды. Много. Вообще воды не было. Может быть, чем медленнее он застывает, тем лучше. Так, сейчас наложу сверху панельку и переверну, посмотрю, что у меня получилось. Ну вот, я перевернула и пытаюсь вытащить кирпичики таким легким потрясыванием. Вон, один вывалился уже. Ну, сейчас остальные. Немножко постучу и вывалятся. Мне очень интересно, что же. Опа! Один отломался. Это ничего страшного. Вот, смотрите. Такой кирпичик получается. Это намного... Может быть, некоторые скажут, да, что... Зачем самому делать, если в магазине продается готовый. Видела я этот готовый. Это, конечно, что-то ужасное. Все неровные. Какие-то побитые. А это, смотрите, даже ничего ровнять не надо. Видите? И фактура неплохая. Если видно, вот так. Как вот... Ну, видно, да? Вот так я подержу. Я думала, что придется зачищать, подчищать. Нет, все нормально. Сейчас я их вытащу, положу на картошку. Чтобы они просыхали. Ну, ничего. Даже если какой сломается, ничего страшного. Потому что половинки все равно нужны. Только обрезать надо сейчас, пока он влажный. Ну, в общем, займусь. Вот еще вывалился один. Буду доставать, а то как бы на пол не выпал. Вот я вытащила. Или не они выпали. Выпали аккуратненько. Без проблем. Так, я ничем не смазывала форму. Ни маслом, ничем не смазывала. Все легко вышло. Вот. Здесь вот обломался. Но это ничего страшного. Все равно, как я уже говорила, половинки нужно. Придется все равно его резать. И что я теперь хочу сказать. Я посчитала, получается, 36 кирпичей с одной заливки. Мне нравится то, что порционно можно заливать. Не надо спешить. Залил сколько есть. Потом развел, еще добавил. В общем, мне форма нравится. И хорошо, что мы ее купили. Такие формы продаются в строительных магазинах. Ну, не знаю, в каком отделе у кого. У нас там, где трубы для сантехники. Разных цветов они продаются. Ну, нам было без разницы, какой цвет. Потому что мне она нужна была, как форма для кирпича. Вот так. 360 рублей эта форма стоит. Так что, кто надумает, успехов. Ну, а я потом покажу, куда все это у меня применится. Все на этом всем всего хорошего. Успехов. Мир и добра. И пока-пока.